Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я расскажу свое мнение про Срывариум. Что ж, я следил за этим проектом довольно таки давно. Я принимал участие в более ранних версиях беты, то есть это было порядка двух месяцев назад. Вот сейчас зашел на почту и, оказывается, пришло мне приглашение на новую бету. Но не особо я был рад этому, потому что игрушка мне дико не понравилась. И, к сожалению, она мне нравится и не начала. Пройдемся так по пунктам. Ужасная оптимизация, жутко невосприимчивая система, неудобная стрельба, неудобная беготня, потом тормоза, мышки. Как во время, как вот даже посмотрите в меню, видите, оно, блин, зависает. Это при минимальных настройках графики, а при максимальных тут, блядь, такие зебра рисуются, что это кошмар. Потом, вот, вот, вот что это такое? Мосина. Это, это Мосин. Я думаю, это не столь важно, но это такие мелкие недочеты, которые, знаете, очень раздражают. Ну, ладно, черт с ними, с минусами, давайте пройдемся по интерфейсу. Такс, тут есть прокачка. Прокачка открывается при достижении уровней, которые прокачиваются в боях. Я походил тут немножко, я буквально один бой сыграл, но даже можно сказать, что я его не сыграл, потому что игра к чертовой матери крашну. Показывать я вам геймплей не буду. Тех, кто хотят, заходите на официальный сайт игры с сервариум, подавайте свои заявки и с вероятностью где-то процентов 75, может даже со второго раза у вас получится 100% пройти на бетку, потому что каждые две минуты в игру попадает человек. А те, кто уже поиграли в эту игру, они, мягко скажем, не все остались в восторге. Ладушки, теперь по предметам. У нас есть, ну, такой сборный, как вы видите, персонаж, то есть мы можем подобрать для него два вида оружия, то есть это мелкое оружие и покрупнее. Стандартные у нас это есть карабин Мосина и ППШ. ТТ-33 в качестве дополнительного оружия, довольно неплохая штука. Это все, что нам дано. Теперь давайте-ка посмотрим по магазину. Топовое оружие тут, конечно, много всего. РПД, тут различные. СВ-98, смотрю, тут... Ну, блин, полно. Вот СКС, даже АКМ, бля. Сколько классного оружия. Винчестер. О, господи, Кольд, Питон, Узи, ПМ, Читоз. Классно, классно. Много всего интересного, но, к сожалению, это все. И как вы видите, оно все разделяется по рангам. То есть, тоже ранг зарабатывается со временем боев и открываются вот такие вот имба-оружия. По-прежнему оно считается имбой, потому что как только вы получаете АКС, люди начинают умирать буквально на глазах. Это действительно имба. Что, давайте посмотрим, что тут по снаряжению есть. Ну, как вы видите, тут различные каски, вот шлемы, всякое такое говно. После этого маски. Тоже все подразделяются на уже по рангам. То есть, видите, для этого нужен ранг опытный. Тут уже сержант. Даже забавная кастомизация. Тут это все по броне дается. Вот это вот рюкзаки. Рюкзаки у нас служат для того, чтобы таскать побольше с собой патронов. Как вы поняли, мы можем с собой таскать только ограниченное количество патронов. И нигде по ходу игры пополнить их нельзя будет. Не знаю, почему эту игру собирались сделать, типа, по мотивам игры Сталкер. Но, что можно сказать по картах? Их несколько. Они довольно убогие. И там присутствует такое место, такие, типа, аномалии, в которые можно зайти. Ну, имея, естественно, при себе хоть какое-то там обмундирование. Обмундирование это у нас в изоляции можно посмотреть. Вот. И вы можете зайти в аномалию и поднять какой-то артефакт. То есть, это просто типа бафа. Который дается там буквально понты времени. А не там на 5 минут или на 6 минут. Типа руны в доте, проще говоря. Ну, давайте-ка еще посмотрим перчатки. То есть, как вы видите, все по рангам подразделяется. Тут забавно кастомизировать своего персонажа. Но печаль в том, что это все надо качать. А качаться здесь это унылое говно. Я не люблю обсирать игры, но то, что мне пришел еще раз ключ к этой игре, я просто не мог это обойти. Потому что игра действительно отвратительна. Я не говорю вот за всех людей. Я говорю просто свое мнение. Потому как она мне дико не понравилась еще со старых времен. Как я уже говорил про кастомизацию, тут мы можем раскрашивать свою оружку, свои предметы. Там такие, как, например, бронежилеты, штаны или рюкзаки. Но, как вы видите, это все покупается за реал. Тут можно купить премиум даже, представляете? В эту игру, блять, премиум! Ё-моё! Ладно, не буду ругаться. Это все равно ни к чему не приведет. Различные ловушки, вот такие, как капканы. Это обещали добавить больше, но, к сожалению, пока только есть они. Потом... Что тут еще? Ну, вот различные патроны. Так, такс, 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 такс. Сам смотрю, потому что буквально один бой зашел. Чисто проверить, что изменилось. По итогам не изменилось почти ничего. Так, вот так вот. К сожалению, на самом деле. К сожалению. Гранаты, смотрю, наступательные аптечки, перевязочный пакет. Так, антитоксин. Непонятно, нахер он нужен. Но, тем не менее, ремонтный набор. Это для чего? Наверное, броня ломается. Так, карта схрона. Интересно. Так, билет на смену имени. То есть, как видите, можно затюнить свой ник. И дополнительные цвета. Это по факту все. Теперь давайте посмотрим задания. Задания даются рандомно. Там убейте кого-то в бою. Или выиграйте в бой. Точность стрельбы должна быть выше 15%. Ну, такой херня. Просто, типа, плюшки, которые вам будут даваться дополнительно за бои. Тут также есть рейтинги. Вот. Ну, как вы видите, люди все-таки в это играют. Почему нет? Некоторым нравится. Потому что, когда уже прокачал персану, то есть, подобрал хорошие стволы, почему бы и нет? Почему бы и не побегать, не понагибать? Вот. Но, это не батла для того, чтобы бегать, нагибать и радоваться. Это не то, понимаете? Также, тут должна быть еще глобальная карта. То есть, то, чем распиаривали эту игрушку. То, что тут должна быть глобальная карта. То есть, эта игра должна была быть с Open World. Но Open World, к сожалению, не прикрутили. Ну, что это за говно? Ладно, не важно. Open World, к сожалению, не прикрутили. Так же, как и систему кланов. Но, по крайней мере, теперь мы можем добавлять друзей в отряды и бегать с кем-то. Но, без према, насколько я знаю, тут можно бегать только трем человеком. По-моему, или двум. Вот этого я что-то тоже не помню. Но я бы не стал тратить деньги на это. Я вам не буду показывать геймплей, потому как те, кто хотят, они посмотрят его. Это просто мое мнение по Cervarium версии 0.23. Почему я говорю версию? Потому что, возможно, я не теряю, конечно, оптимизма, что, возможно, эта игрушка все-таки исправится. Но меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Давайте я вам еще покажу настройки. Я их поставил просто... Блядь. Да. Вот, я их поставил просто на сраный минимум. Чтобы, блядь, было все хорошо. Хотя бы... Вот сейчас, да, вот сейчас при этих настройках, где у меня Watch Dogs на средних, ну, можно сказать, на низких настройках, идет стабильно с 25-30 кадрами. То есть, вот такие вот поскакивания. Тут, блядь, в главном меню 10 кадров, 10 FPS. Это ужасная производительность. Хотя игре реально показывать буквально нечего. Тут есть прикольные текстуры, но... Зачем? Кому они нужны? Вы бы поработали лучше под оптимизацию, чем под, блядь, тяжелые текстуры. Это такое говно, ребята. Реально, оптимизируйте игру. Я понимаю, это бета. Но в любом случае, бета это почти готовый продукт. Я не понимаю тех разработчиков, которые вот никак, уже сколько версий прошло, они все никак не могут сделать что-то понормально. Что ж, вот это было мнение про Сервариум. С вами был Марс. Простите, кого обидел, но это, повторюсь, мое мнение об этой игре, которая может не совпадать с вашими. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.